Мы начинаем наш вебинар, посвященный продукту мобильной BI. Спикер вебинара Дмитрий Бухаринов. Гима, я передаю тебе слово. Коллеги, добрый день. Сегодня я расскажу о продукте мобильной BI, покажу, как можно его использовать. Давайте уже стартуем. Итак, мобильное приложение Foresight Mobile BI. Это приложение, которое позволяет анализировать данные с помощью интерактивных, взаимосвязанных визуализаторов и просматривать отчеты. Приложение реализовано на основе продукта Foresight мобильная платформа. Доступно на мобильных устройствах на операционной системе iOS и Android. В текущий момент приложение можно скачать по ссылке, но буквально до конца месяца оно будет опубликовано в App Store и Google Play и можно будет скачать. Итак, для чего предназначено это приложение? Его основное предназначение это инструмент для руководителя. То есть руководитель может зайти с своего планшета на тот или иной дашборд, отчет, проанализировать, покрутить данные. Таким образом будет видеть оперативную картину в компании себя перед глазами. Сейчас скажу, в базе это у нас WebView приложение. То есть по факту это то, что мы видим в браузере. Но доступна возможность создания нативных приложений. Итак, какие же основные возможности? Первое. Мы можем удаленно подключиться к данным через аналитические панели и отчеты. Объекты при создании в репозитории будут автоматически загружены и отображены. Доступно обновление объектов. Также доступно формирование набора избранных объектов у каждого пользователя. Он может из множества предложенных отчетов и ташбордов выбрать наиболее востребованные, покупать избранные и получать к ним быстрый доступ. Также рассмотрим. Кроме того, доступно отображение объектов в зависимости от настроек. В приложении Foresight аналитическая платформа. То есть весь механизм раздачи прав. Если у пользователя нет прав каких-то на отчет, то он его, собственно, и не увидит. Кроме того, доступно просмотр в режиме печати. И доступно открытие аналитических панелей и отчетов в формате PDF, OPTX и XLX. Что касается архитектуры продукта, мои коллеги на предыдущем вебинаре уже показывали. Я повторюсь, не буду гулять технические подробности. Источником данных у нас служит Foresight аналитическая платформа. Далее Foresight мобильная платформа. При помощи коннектора подключается. И через него уже мы можем работать с приложением мобильной BI. Либо разработать свое кастомное приложение. Мобильная платформа предоставляет нам набор фреймворков, коннекторы в сайт аналитической платформе. И мы можем уже приложение разработать под требования конкретного заказчика. Это что касается архитектуры продукта. Теперь я предлагаю посмотреть, как можно настроить подключение. Для этого перейдем в панель управления Foresight мобильной платформы. И посмотрим, что у нас здесь есть. Первое, что надо посмотреть, это среда. То есть, это некая сущность, используя для разделения объектов и процессов разработки. Вот, как говорилось, для каждого мобильного приложения можно выделить несколько сред, в частности, для разработки, тестирования и эксплуатации. И таким образом работать. В частности, нас интересует Foresight App. Мы видим внутри групп проектов. То есть, проект уже это некое мобильное приложение. Они позволяют разграничивать права, функционал доступа к источникам данных. Что касается нашего проекта. Здесь необходимо задать название, аутентификацию, группу пользователей. И настроить, собственно, источники данных. Для мобильной платформы необходимо настроить два источника. То есть, это первичный источник данных. Настроить для него подключение. Собственно, здесь прописывается название, хост, порт, путь до веб-сервисов и идентификатор репозитория. Ну и далее стандарт. Импортируются ресурсы. Здесь у нас уже все импортировано. И второй ресурс. Он необходим для корректного отображения карт и экспорта данных. Мобильное приложение. То есть, создается как стандартный наш первый ресурс и GetBin. Далее мы можем перейти уже. Мобильное приложение. Давайте включим отображение экрана с планшета. И перейдем в мобильное приложение. Здесь можно увидеть ознакомительную презентацию. Ее можно пролистать. Мы пропустим. И настроить подключение. Собственно, в настройках задается непосредственно адрес сервера, среда, сам проект и репозиторий. Сохраняем настройки. И можем законнектиться. Я сейчас показываю это все на iPad. Собственно, под Android интерфейс точно такой же. Мы заходим и попадаем в избранное. Пока у нас в избранном ничего нет. Можем перейти в навигатор. Видим структуру папок. Она у нас отображается с учетом прав пользователям. Мы можем зайти в любую папку. Сразу говорю, если пользователю доступны какие-то служебные объекты, они здесь не отображаются, чтобы интерфейс не засорять. Ну и также действуют ограничения по правам. Давайте сейчас посмотрим основные возможности уже на практике. Собственно, откроем какой-нибудь дашборд. Ну вот мы видим, здесь можем поменять отметку. Видим, что все меняется. Доступно добавление отчетов «Избранное». После чего он у нас помещается в аналогичный раздел. И при входе сразу же доступен для быстрого выбора. При необходимости метку можно снять. Весь функционал у нас доступен. В частности, динамический переход на графе времени. Давайте я еще продемонстрирую. Экран отображается с некоторой задержкой. Посмотрим мониторинг обращений. Все визуализаторы, которые доступны для дашбордов форсайт аналитической платформы, здесь также работают. Давайте допустим отметку сменим. Собственно, отчет перестроился. Также можете ознакомиться с демо-примерами при заходе в платформу, чтобы посмотреть, как можно использовать платформу. Но допустим, статистика по HR. Давайте также посмотрим регламентный отчет. Здесь мы можем прокручивать, просматривать отчет. Приключаться между листами. Можем менять параметры. Давайте на основании первого листа сменим, чтобы было более наглядно. Данное оперативно отображается. Также доступно добавление отчетов в избранное, как и аналитические панели. Вот еще один пример по анализу доходов и расходов. Давайте пробуем открыть отчет PDF. Вот видим, как он экспортируется по элементам. Да, коллеги, может забыл сказать. Если у вас есть какие-то вопросы, вы их можете писать в предыдущем разделе. В конце фабинара мы по ним пройдемся. Это что касается примеров основных. Давайте переключимся в тот же самый репозиторий уже из Foresight аналитическая платформа. Вот мы в той же папке, Bile.bi. Посмотрим, как мы можем быстро создать дашборд. И как он отобразится у нас в платформе. В приложении мобильный BI. Давайте сделаем сервис, импорт данных. Выберем файл. Перейдем на соответствующий отчет. Давайте настроим. Отображение. И проведем интерданных. Вот здесь настроим иерархию справочников. И структуру. Далее. Будем сохранять в новый объект. Пап темп. Назовем купа анализ продаж. Нажмем импорт. Готово. Сразу настроим агрегацию по дате. Готово. Мы получили наш источник данных. Теперь мы можем постараться быстренько построить аналитическую панель на данном источнике. Давайте расположим таблицу. Струим агрегацию по фиксированным измерениям. Провалимся. Настроим фильтрацию, чтобы у нас лишнее не отображалось. Пустые элементы. Так. И отобразим, допустим, как гистограмму. Вот. Дальше. Далее настроим связи измерений. Добавим давайте. Панель для заголовков. Добавим собственно сам заголовок. Анализ продаж. Разместим. Давайте сначала для примера задублируем. Настроим. Подписи данных. Добавим. 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 Будем произвести анализ по регионам. Дату сделаем. Дату сделаем. Фиксированную. Регионы по строкам. Здесь настроим формат, чтобы у нас надписи были более видны. Добавим. Настроим заголовок блока. Добавим. 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 Анализ. по месяцам и давайте добавим элемент управления допустим это у нас будет дата и аналогичным образом продукт сохраним также допустим анализ продаж удостоверимся что у нас отметки работают собственно после этого перейдем в приложении мобильный би видим что у нас появилась панк темп который не было переходим в нее открываем и видим что у нас панель открылась собственно можем также оперативно менять отметку все работает собственно таким образом можно быстро в приложении форсайл аналитическая платформа построить отчет либо аналитический панель нас сдать права доступа и она сразу будет доступна конечному пользователю у которого есть планшет с настроенным приложением мобильный би кроме этого необходимо сразу учитывать что у нас есть некоторые рекомендации по использованию шрифтов в частности это рекомендации по использованию шрифтов необходимо использовать такие шрифты как например есть рекомендации по использованию заголовок размеров текстом оформление заголовков панелей блоков основа текста исполнять на текст подписи данных и так далее то есть на простых панели небольших это все достаточно как терпит но когда у вас более сложная панель вот например к это оформление но уже играет достаточно большую роль кроме того необходимо настраивать автоматическое размещение элементов для диаграмм использовать масштабирование значений то есть не отображать миллиарды диаграммах использовать масштабирование чтобы убирать лишние нули вот задавать формат значений для числовых там не злоупотреблять линиями сетки и по размещению легенды в принципе все эти рекомендации они у нас есть в справке я не буду сейчас тратить время чтобы полностью все озвучивать собственно коллеги у меня все постарался быть краток вебинаром 2 тем может быть есть какие-то вопросы можете их секции писать телевизор телевизор но все 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 дима спасибо за рассказ было интересно коллеги да по поводу открытого доступа на данный момент приложение не в открытом доступе она доступна для скачивания по ссылке ссылку можно у нас запустить поддержку написать нам к организаторам вебинара планируется что до конца месяца приложение будет опубликовано и и и и и и и и и коллеги спрашивают как правильно называть приложение ну собственно вот на секунду форсайт а бильный бей так ну вопросов пока больше новых я не вижу давайте еще наверно немного подождем и 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 на коллеги всем спасибо до свидания ссылка